За последние дни YouTube заблокировал более полутора миллионов каналов. Страйки прилетают крупнейшим каналом, таким как Хованский. Ты чё творишь? Приятный Эльдар. Всё, всем пока, ребят, люблю. Юлик. Мне тошно. Телблок.нет, трёхмиллионный канал, который вообще заблокировали. Раз и всё. Потом, правда, разблокировали. Теперь заживём. Такое ощущение, что идёт просто передел YouTube, знаете, как был передел собственности в 90-х. Главный вопрос, который всех беспокоит – за что? На самом деле совершенно не важен. Важно другое. Важно то, что это всего лишь вершина айсберга. Что будет через 10-15 лет, когда не только блогеры будут в полной зависимости от мегакорпораций, а когда все люди будут? Вот сегодня об этом и поговорим. Погнали. Представьте, что вы решили открыть кафе. Вы сняли помещение, закупили оборудование, ну и начали работать. Вы хреначите день и ночь, не спите, не доедаете в собственном кафе. Вы просто вбухиваете все свои силы, деньги, время в этот бизнес. Первые годы он вам ничего не приносит, может быть, даже в минусе. Но вот проходит год, два, три, и вы начинаете получать прибыль со своего бизнеса. И тут приходит арендодатель и говорит, ты знаешь, мне не нравится твоя кухня. Я, пожалуй, закрою твое кафе. Вы говорите, в смысле закроешь? Когда мы заключали договор, тебе все нравилось. Что случилось? Он говорит, ну знаешь, мои вкусы меняются, время идет, правила меняются. Увы. Пока. Бред? Бред. Я бы даже сказал, рэкет. Но именно так дело обстоит между ютубом и блогерами сейчас. Даже нет, не так. Хуже. На владельца помещения вы хотя бы можете подать в суд, и в цивилизованной стране отсудить у него огромный штраф. На ютуб же подать в суд? За что? Ваш канал – это собственность ютуба. Вам здесь ничего не принадлежит. Пока. Чтобы вы понимали, насколько это много, полтора миллиона вычищенных каналов. Просто такой факт, что вот на моем жалком канале, где всего 30 тысяч подписчиков, 200 аккаунтов одномоментно удалились. То есть у меня минус 200 подписчиков. Меня такие, а кто это от тебя так вдруг отписался? Вроде ни выпуска не было никакого. Ничего, просто вдруг в один день отписалось 200 человек. Не отписалось. Они просто исчезли из ютуба. То есть весь ютуб сейчас глобально перестраивается. За что же ютуб банят? Ну, на самом деле, давайте признаемся честно. Есть за что. За неавторский контент, за мат, за оскорбление, за эксплуатацию детей в кадре, за рекламу всяких пирамид, ставок, иксбетов, вот этого всего дерьма. И что же, получается, значит, это хорошо? Ну, знаете, моя первая реакция – ну да, хорошо, потому что, знаете, я тут недавно шел по Китай-городу, и там, где раньше было кафе, теперь стоит этот иксбет, и около него толпа молодежи. И у моих племянников в телефоне куча смс-ок от этих ставок, понимаете? То есть это реально какая-то болезнь, которая вот из этого онлайна уже вылилась в офлайн, из-за тупых безответственных блогеров. С другой стороны, мы видим, во что в 2018 году превратился ютуб. Вместо свободного, пусть и трэш-шоу, но такого надрывного, честного контента, ютуб превращается в телевизор с одними шоу Малахова и Камеди Клаб. Амиран открыл свое шоу, здесь стирает чужое грязное белье, там, Ивлеева открыла свое шоу, клик-клаки все эти, лига плохих шуток – это вечная какая-то тупая, абсолютно дегенеративная развлекуха. Даже эта новость о переделе ютуба вообще особо никому не интересна, кроме меня только упомянул Коно Дэн об этом. А всем остальным, да зачем? Вот Дудь поучаствовал в лиге плохих шуток – это да! Или на канале Шнура там вышел новый фильм Найтшулера под какой-то галимый саундтрек. Вот это всем интересно! А ведь эта новость необычная, эта новость знаковая. Вдумайтесь, искусственный интеллект лишил заработка и работы полтора миллиона человек. Что там про законы Азимова, что-то я не слышу. А, робот не может причинить вред человеку. «Робот должен служить человеку!» Да-да-да. Получается ровно наоборот. Уже человек служит искусственному интеллекту. Причем не просто служит, он его раб. Он его собственность. Потому что никаких законов, никаких правил нету. Тебе некуда жаловаться, если тебя заблокировали. И сейчас вроде как, да и черт с этими тупыми блогерами, которые там сами виноваты и так далее. Они нарушили правила сообщества. А теперь представьте ситуацию через 10 лет. Вы возвращаетесь к своему умному дому, и вам не открывается дверь. И вам говорят, извините, ваш дом заблокирован на полгода. Вы нарушили правила сообщества. Вы перешли на красный свет. Как вам? А ведь это все будет, это все не за горами. Умные машины, умные дома, ваша кредитка, ваши деньги только в цифровом виде. И всем этим управляет искусственный интеллект. Уже. А если перенестись еще лет на 10 вперед, когда будет этот нейролимп, когда ваш мозг уже будет непосредственно подсоединен. Вам скажут, извините, ваш мозг заблокирован. Вы заблокированы. До свидания. А ведь Яндекс уже сегодня про меня все знает. Где я живу, куда я езжу, что я покупаю, что я ем, какие у меня взгляды. Все. Сколько у меня денег. А про вас? Молись, челядь. Нет, я не шучу. В Силиконовой долине уже открыли церковь, посвященную искусственному интеллекту. Они на полном серьезе считают, что когда он придет и вступит в полную силу, что те, кто ему молился, он их пощадит. С Новым годом, ребят. С новым счастьем. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова